Привет! В преддверии новогодних праздников я решил сделать такой немножко необычный выпуск и, наверное, скажем, подвести итоги этого года. Рассказать о тех моделях, которые мне запомнились, которые оставили самое сильное впечатление, которые больше всего понравились. Естественно, я не говорю, что это лучшие модели и, наверное, я что-то зацеплю еще из прошлого года, но в целом это именно мое субъективное мнение о том, что мне понравилось больше всего. Разделим это все на несколько частей и, в общем-то, скажем, такой будет субъективная ретроспектива этого года. Ну, и начнем, конечно, мы говорить с наушников форм-фактор и затычек. Это, пожалуй, самый ходовой форм-фактор и то, что чаще всего было у меня на обзорах, хотя, может быть, еще и плееры. Из сотен обзоров этого года я выделил бы несколько моделей. И первые это Острый KC-09. Я, скажем, изначально они планировались за 200 долларов продаваться, но потом Острый решили резко скинуть на них цену и стали продавать их всего лишь за сотню. В этом ценовой категории есть много хороших моделей и те же Симготы EN700, гибриды от Магаоси, гибриды от Фио и еще куча всего на самом деле. Но вот именно Острый, пожалуй, мне нравится больше всего, поскольку иногда я все-таки слушаю металл, рок и другие плохо записанные стили, и с ними, на мой слух, именно Острый ведут себя лучше всего. У них чуть-чуть смягченные верхние частоты и такая же чуть-чуть сглаженная середина и в целом немножко притемненная подача, особенно с вот этими вот насадками с фильтрами. И за счет этого они звучат не так критично к качеству записи, но предлагают очень хорошую музыкальную подачу с прекрасным детализированным, чуть акцентированным басом, с живой серединой, неплохой воображаемой сценой, и при этом они не выпячивают все недостатки. Они себя неплохо показывают и с хорошей музыкой, и естественно, как видите, они качественно очень здорово сделаны, со сменным проводом, в общем-то в ценовой категории до 100 долларов. Это те наушники, которые я чаще всего рекомендую, и советую их брать в тех случаях, когда нет возможности ничего послушать. Они самые универсальные и, скажем, вероятность того, что они подойдут, наверное, самая высокая. Следующая ценовая категория, это еще одни интересные, еще одна интересная модель, которая появилась в этом году, это периодик аудио бериллии. 300 долларов их ценник, есть возможность взять их с официального сайта, немножко с косметическими дефектами дешевле, но я бы не советовал, поскольку тут важна еще и гарантия, я думаю. Периодик аудио это американская компания, и наушники, в общем-то, делаются преимущественно в США, насколько я помню, они как раз занимались переносом своей производственной линии полностью в Америку, и тут все подчинено одной цели, достижению максимально качественного звука. Все, что может звуку помешать или же не пойти на пользу, они, как сказать, сразу выкидывают. Поэтому наушники, в общем-то, конечно, выглядят очень просто на фоне других 300 долларовых моделей, но при этом они неплохо продуманы и весьма сложны внутри. Корпус из поликарбоната, такой цилиндрический, самой простой формы. Внутри находится динамик с полностью бериллиевой диафрагмой, и это, по-моему, единственная модель, у которой такой излучатель используется на данный момент. У остальных это все-таки напыление. Хотя, на самом деле, это не так важно, что внутри, поскольку важен только звук. А тут он живой, очень естественный, очень натуральный. В общем-то, это не гибридная модель, поэтому тут нет супер разрешения на середине и верхних частотах, но звучит все очень качественно, очень детально, с очень эффектной подачей, с чуть-чуть акцентированными низкими частотами и очень живо. Поэтому эта модель, которая мне очень нравится, я ее часто использую с топовыми разными источниками. Как видите, я сменил, ну, не плохих моделей и Pinnacle P1 и DUNA DN2002, но они все уже появились не в этом году, поэтому в целом они не попадают под новинки этого года, хотя тоже, в общем-то, хорошие модели. Следующий шаг в этом сегменте, это где-то до 1000 долларов, и тут я бы в первую очередь отметил модели от Kempfire Audio. Новинка этого года Polaris, очень хорошие гибриды для тех, кто любит акцентированные низкие частоты и такой очень неплохой прозрачной детальной середины в ВЧ. Сделаны они максимально в традициях Kempfire Audio и, в общем-то, хороши. Но мои любимые наушники от Kemp в этом диапазоне, это, конечно, Lira 2. Они не этого года, ну, скажем, все равно можно их упомянуть. Они предлагают действительно нейтральный звук с хорошей динамикой, с прекрасной воображаемой сцены, без сильных акцентов, без каких-либо выпячиваний каких-то частей, без упора в микродетальность, как делает, скажем, Andromeda, который тоже, наверное, стоит упомянуть. Но, скажем, Andromeda при всех, и при всей их техничности, и все их достоинствах, это все-таки не мой звук. Я люблю чуть-чуть более теплую, чуть-чуть более акцентированную подачу. Хотя вот Andromeda тоже, наверное, стоит тут упомянуть. Ну и топовый сегмент, мои самые любимые наушники, это Noble Audio Kaiser Encore. В общем, абсолютный лидер и по цене, и по качеству. Я делал на них отдельный обзор, поэтому, если их расписывать, то чуть-чуть V-образная АЧХ, но очень аккуратно сделанная, с прекрасно проработанными низкими частотами, с шикарнейшим музыкальной середины, прекрасной проработкой атак и затуханий на ВЧ. В общем, со всех сторон хорошая модель, которая прекрасно звучит и с недорогими источниками, и с различными топами. В целом, вот такой вот. Конечно, есть много других хороших моделей, многие из них у меня побывали на обзоре, все упоминать не могу, поскольку мы говорим именно о моем субъективном, скажем, о том, что мне понравилось больше всего, то вот это вот эти модели. Итак, следующая часть обзора посвящена портативным плеерам, главному источнику для большинства из нас. Я хотел вообще начать с чего-то хорошего, где-то в районе 100 долларов, и у меня даже была на примете модель, это HIDIS AP60 2 ревизии, но, к сожалению, из-за проблем с таможней и доставкой у меня его пока еще нет. Я очень надеюсь, что скоро он у меня побывает, и я смогу его обозреть, но пока, скажем, я его тут упоминаю немножечко авансом. Они его проапгрейдили, стал он лучше по звуку, все тот же компактный, достаточно недорогой плеер, предлагающий много интересных фишек, начиная с APTX, то есть без HD, конечно, просто APTX Bluetooth, и заканчивая Hibi Link. Ну вот, скажем, его пока нет. Также стоит упомянуть FIO X3 третьего поколения, очень неплохой по звуку плеер, чуть-чуть светловатый для тех, кто любит нейтральную подачу с хорошим разрешением, в общем-то. Ну, начнем мы, пожалуй, основные самые достойные упоминания плеера, с вот этого вот Latuv PAV 5000 Mark II. Первый пятитысячный PAV был неплохим, но из-за того, что в нем использовался кодек, он все-таки не дотягивал по цене, наверное, до того уровня, который был до того ценника. По звуку он не дотягивал до того ценника, который был на него выставлен. Во, простите. А вот Mark II, тут уже используется AK4490EN, и, в общем-то, с учетом вот этого компактного размера и прекрасной эргономики от Latuv, получился замечательный плеер для тех, кто ценит, в первую очередь, звук и удобство управления. Тут нет сложных менюшек, все разнесено на отдельные кнопочки, за счет этого плеер прекрасно управляется даже не глядя, все очень быстро и удобно, своя прошивка. И отдельно стоит отметить, что это один из немногих плееров, в которых есть классный эквалайзер, который можно смело использовать без искажений звука, благодаря тому, что тут используется процессор от Blackfin, который в том числе и процессор для цифровой обработки сигналов, он хорошо с этим справляется. Единственный минус, пожалуй, этого плеера, это всего 6 часов работы, но я думаю, что это цена, которую можно заплатить за компактные размеры и за хороший звук и неплохую мощность. Также, пожалуй, стоит упомянуть еще Shozzi Alien Plus, хороший плеер очень по звуку, но чуть-чуть не дотягивающий до современного уровня по эргономике. Хотя, в общем-то, если вы согласны мириться с минималистичной прошивкой, то плеер очень неплох. И Fio X5 III, который задал, в общем-то, интересную планку в направлении дизайна компании, стал достаточно популярным. Но следующим шагом, который я хотел бы упомянуть, это вот именно X7 второго поколения. Я бы сказал, что это, пожалуй, лучший плеер этого года в ценовой категории до 1000 долларов. На самом деле, тут не так много и плееров-то было в этом году новых, потому что все вышли или еще в прошлом году, или уже выходят в следующем. Но этот, пожалуй, лучший по звуку, который мне больше всего нравится. Он хорош дизайном, тут теперь есть 2 слота для microSD карточек, он поддерживает Quick Charge и, в целом, такой очень неплохой апгрейд. Также тут открытая операционная система Android и Fio наконец-то уже допилили эти прошивки до приятно стабильного уровня в целом, поэтому вполне можно уже рекомендовать его без каких-то скидок, оглядок и всего остального, если вы действительно хотите нейтральный, неокрашенный, натуральный, естественный звук. Конечно, есть еще его конкурент в лице Aipasu DX200, тоже очень-очень хороший, особенно с кастомными прошивками, но это уже модель прошлого года, поэтому мы его пропускаем. Следующий по, как сказать, по, если мы уже, так скажем, вспоминаем и другие модели, не только этого года, то в этой ценовой категории стоит упомянуть AK320, который сейчас можно где-то за 1000 долларов прикупить. Прекрасный вариант. А, еще забыл, кстати, сказать, что в этой же ценовой категории есть Aston Cairn 70 Mark II, он этого года. По звуку он чуть-чуть не дотягивает до X7 второго поколения, но тоже очень хороший плеер с прекрасной стабильной прошивкой, очень маленький, компактный, карманный и так далее. Следующий по ценовой категории это Aston Cairn 320, я про него много рассказывал, он служил мне долго верой и правдой, и, пожалуй, он достоин упоминания тут. Сейчас уже Aston Cairn распродают остатки со складов, поэтому в США его можно прихватить всего за 1000, и это очень хорошая для него цена. Также Opus Nr. 2, тоже модель не этого года, но вот в этой ценовой категории, пожалуй, было в этом году не так много новинок, поэтому тоже его упомянул, очень натуральный, естественный, с хорошей прошивкой, в целом приятный плеер. Ну и, конечно, раз уж мы идем к топам, к вершинам, то вот новинка этого года в лице SP 1000 Ultima, ставшая для меня новогодним подарком в этом году, это действительно топ как по цене, так и по звуку, и по эргономике, и по всему остальному. 3500 долларов это, конечно, охранительный ценник, абсолютно запредельный, но это лучший портативный звук, который только можно получить, и, скажем, это, наверное, лучший дизайн. Видите, медный корпус, прекрасный такой Aston Kerner внешний вид, увесистый, почти 400 грамм веса, большой хороший экран, удобное управление, новая прошивка и прекрасный абсолютно звук, про который я вот только недавно рассказывал. Так что вот примерно таким был этот год на рынке плееров, и в целом, вот, скоро у меня уже будет и K&N 5.2 на обзоре, и будут усилители для DX200-го, два новых, которые 4-й и 5-й. Надеюсь, скоро появится и 200-й HIDIS, и еще другие новые модели. В общем-то, начало следующего года тоже обещает быть интересным. Следующий раздел, представленный, может быть, не так активно, как мне хотелось бы, это полноразмерные наушники. У меня их в этом году было не так много на обзоре, но были действительно хорошие модели. Из самого бюджетного, пожалуй, можно вспомнить Sound Warrior HP 10. Простые в конструкции, но очень неплохие по звуку наушники с чуть-чуть притемненной подачей, очень комфортные. Также, в принципе, отмечу Mi Audio Matrix 3, которые позволили мне пересмотреть мое отношение к Bluetooth. Очень неплохой звук, особенно с учетом их цены, нормальное качество сборки, дизайн и все остальное. Следующим шагом и, пожалуй, такой самой ходовой моделью, которую можно смело рекомендовать, это стали Meze. В общем-то, 99 Classic это уже не этот год, но в этом году у меня были Neo, которые практически такие же по звуку, но дешевле есть, потому что у них не деревянные чашки, а пластиковые. Но я предпочитаю именно Classic, за счет их чуть-чуть, там совсем минимальная разница, чуть более тем, вернее, чуть менее яркая на V-C подача, вернее, даже не яркая, просто, скажем, чуть меньше яркости на V-C, хотя они, в общем-то, эти и другие, на мой вкус, их сильно яркими не назовешь. И, в общем, очень органичный звук, хорошая звукоизоляция, прекрасный внешний вид, вот эти вот чашки очень приятно отполированы, очень хорошо сделаны, комфортные, удобные, действительно универсальные, с хорошими источниками раскрываются на полную, но из простеби звучат прекрасно. В общем, наушники, которые со всех сторон мне нравятся. Ну и, пожалуй, упомяну OPPO PM3, несмотря на то, что не всем нравится их нейтральный мониторный звук, мне они очень хорошо зашли, я их оснастил балансным кабелем, который мне сделали те же знакомые из Aero In-Ear, и, в целом, эти наушники на протяжении года меня также радовали, Ну и следующим, конечно, шагом для меня, и, скажем, наверное, лучшими наушниками за последнее много времени, стали Audio Zenith PMX2 2-й версии. Это модификация OPPO PM1 и PM2, мне они очень нравятся, они очень техничные, очень нейтральные, звук такой вот хороший, за динамический, но их создатель Александр Заяц, пожалуй, выжил максимум возможного из излучателей OPPO, обеспечив очень техничную и очень качественную подачу, и глубокий бас есть, и прекрасное разрешение, и нет окрасов, каких-то косяков звучания, и звучат они хорошо практически с любыми источниками, даже не самыми топовыми, но самый большой их плюс, который меня подкупил, это то, что они очень компактно убираются в кейс, и их можно легко переносить. Я в этом году, конечно, слушал и Hi-Fi Manage E1000 2-й версии, и Kennerton Odin, и те другие прекрасные наушники, но им нужен мощный стационарный источник, они крупные, они не портотипные, поэтому, в общем-то, именно PMX 2 V2 стали для меня таким откровением, открытием, и, пожалуй, я думаю, что они еще со мной останутся надолго. Конечно, в этом году вышло много интересных моделей и в среднем сегменте, и там и Odyssey, Odyssey, Odyssey отличились, и Hi-Fi Man, и в топовом сегменте, там, движение, все, скажем, обозреватели отмечали модели от Focal, ну, скажем, все это прошло мимо меня, может быть, в следующем году я это наверстаю, ну, а если и нет, то вот именно вот эти вот модели, про которые я только что рассказывал, стали для меня ключевыми в этом году, и, в общем-то, может быть, их было немного, но они действительно очень хороши и очень меня радовали. И еще один раздел, в общем-то, который, в котором мало что у меня в этом году было, но, тем не менее, все равно были хорошие вещи, это ЦАПы, цифроаналоговые преобразователи и усилители для наушников. Тут я, пожалуй, могу отметить три модели. Во-первых, это FIO Q1 второго поколения, действительно интересный апгрейд их, просто старого портативного ЦАПика, в общем-то, ну, даже это не апгрейд, это просто под тем же именем второе поколение было разработано полностью с нуля. И за 100 долларов FIO действительно предлагают очень интересное устройство с кучей приятных возможностей. То есть, видите, компактный, маленький, удобный, и при этом он работает с любыми портативными источниками, с iPhone работает без переходника, поддерживает самые высокие разрешения, DSD, предлагает балансный выход, работает и как ЦАП, и как усилитель. Достаточно долгое время работы, приятный по звуку, хороший по внешнему виду. В общем-то, для тех, кто часто пользуется именно мобильным телефоном в роли источника, это прекрасный, недорогой вариант. Также Audinst Hat DDX-1, достойный упоминания, я его по-прежнему активно использую. Маленький, компактный, очень техничный, особенно после апгрейда, с помощью операционных усилителей от Burson V5i, предлагают, он мощный, и, в общем-то, его звучание, пожалуй, даже дороже, то есть, его цены. При этом он очень компактный, я очень люблю портативные вещи, и вот поэтому он достоин тут упоминания. И вот, действительно, кто удивил в этом году, это Kazui со своей моделью Ray. Очень маленький, но прекрасно звучащий ЦАП, конечно, не сильно мощный, но это цена его мелких размеров и портативности. Ray стоит 550 долларов, но предлагает, действительно, очень топовый, высококлассный, очень техничный звук. Kazui очень сумели удивить и второй раз, поскольку они выпустили еще и заметно более дешевую модель Takt Pro, которую я сниму тоже обзор в ближайшем будущем. Она предлагает почти такой же звук, как у Ray, сравнимый с ним, достаточно близкий, но при этом заметно дешевле. Ну и, наконец, из топового сегмента у меня трудится U-Long DA9. Вообще, U-Long техника у меня давно и надежно служит в качестве таких вот референсных источников. Не самый топовый, что у меня есть. У меня есть еще ЦАПик от Виншайн Аудио на резистивной матрице. Ну, скажем, это предмет отдельного разговора. А именно U-Long DA9 – это такая рабочая лошадка, которая без проблем справляется практически с любыми наушниками, предлагает очень приятный аналоговый звук. U-Long учли, скажем, проблемы с усилителем, вернее, не проблемы, а недостаток мощности в своем DA8. И DA9 он мощный, с хорошим ЦАПом, понимает все современные форматы, предлагает разные цифровые фильтры, разные... У него есть три варианта звучания. В общем, интересная модель, не супердорогая по нынешним меркам, но предлагающая очень хороший звук, действительно достойный, скажем, уже практически топового сегмента. Следующая, пожалуй, самая короткая часть моего обзора будет посвящена беспроводным технологиям и представлена всего одним устройством. В этом году за все беспроводные технологии у нас отдувается Centrans Blue Dark. В общем-то, думаю, те, кто в теме, и так знают компанию Centrans, знают их портативные ЦАПа-усилители, но в этом году Centrans выпустили устройство с Bluetooth. Тут используется E5X кодек, и, в общем-то, в остальном это обычное устройство от Centrans. Понимает самые высокие разрешения, использует ЦАП от AKM, предлагает много мощности, 750 мВт традиционный на 32 Ом, в общем, нейтральный неокрашенный звук, хорошая детальность, в общем, все то, чем славится устройство от Centrans. Его можно подключить по USB, если вы хотите слушать высокие форматы с высоким разрешением или DSD, но основная его ценность, конечно же, в подключении по Bluetooth. Естественно, E5X это кодекс с потерями, и, в общем-то, многие аудиофилы относятся к нему с достаточным неуважением. Проведя же серию тестов и сравнений, я для себя уже понял, что на самом деле хорошо реализованный ЦАП и усилитель, значит, пожалуй, больше, чем в самых высоких разрешениях, и все вот эти вот прибабахи. На самом деле, звук по Bluetooth, конечно, проседает немного качества, но не настолько критично, насколько вы получаете вообще свободу от проводов и удобства. Сценариев использования у BlueDuck можно придумать много, начиная, допустим, стриминга Tidal со смартфона на BlueDuck на ходу и заканчивая его использованием, например, с новыми современными MacBook'ами, у которых всего один USB-порт, и беспроводное подключение будет для них весьма удачной опцией. Немного противоречивым получился в этот раз дизайн, лично мне он нравится, очень удобный корпус, сделанный из хорошего такого шероховатого приятного пластика, но не всем нравятся передние панельки, тут есть небольшие щели, через которые светят светопиоды, но, в общем-то, я думаю, что это на самом деле не критично, поскольку главное в устройстве это звук, а со звуком у Centrons всегда все получается хорошо, как, в общем-то, в их стиле. Ну и, наконец, последний раздел нашего моего субъективного обзора – это аксессуары. Первое, что хотел бы упомянуть, это уже то, о чем я говорил раньше, это операционный усилитель от Burson Audio V5i. Это гибридный операционный усилитель в корпусе, совместимом с обычными, и это, пожалуй, один из самых простых и удобных способов проапгрейдить звучание вашего усилителя или ЦАПа. Они проходят очень много где, у них на сайте есть список, какие операционники можно заменить, и это действительно простой легкий апгрейд, который предлагает более музыкальную подачу с улучшением сцены, с лучшим проработкой инструментов, с лучшим разделением планов. Ну, конечно, это все еще зависит от конкретных устройств, но зачастую это достойный апгрейд. Плюс, также в этом рубрике достойны упоминания два провода. Первый – это от Mi Audio, их балансный кабель с адаптером. 2,5-мм штекер у него по умолчанию установлен, потом идут 1,5 метра по серебренной меди. Хороший такой, очень красивый, витой провод, мягкий, удобный, не твердеющий, не шумящий, без ярко выраженного микрофонного эффекта. Очень качественный проводочек. И его фишка, которая мне нравится, это то, что у него есть три адаптера. Обычный, 3,5-мм, балансный, 3,5-мм и 4,3-мм штекер от Sony. Это позволяет и этот провод использовать с другими источниками, и, собственно, с другими кабелями эти переходники можно тоже использовать. В общем-то, необходимый инструмент для меня для обзоров. А плюс, если у вас есть разные источники с разными выходами, то в целом очень-очень неплохой вариант. И один из, скажем, неплохих кабелей, проводов, доступных на рынке. И, собственно, еще одна очень хорошая модель, еще один очень хороший кабель, это посеребренная медь для Meze 99-х. Его делает сама компания Meze, и они решили сделать такой вот максимально ультимативный провод. Обычно, скажем, хороший кабель, он просто должен не менять звук, и вот этот вот так и делает. Но вот этот действительно немножечко меняет звук. 99-х, и поэтому я его включил в этот обзор и упомянул. Он позволяет выжать еще больше из 99-х, и без того неплохих наушников. Он делает более такой, чуть-чуть подсушивает бас, делает его техничнее, улучшает серединку разрешения и проработку в АЧ. В общем-то, действительно делает такой, пусть не огромный, но заметный шаг в качестве звука. Поэтому вот этот провод тоже достойный упоминания. Так что вот таким вот был для меня этот год. Было много очень хороших устройств. Я сделал очень много обзоров и текстовых, и видео. Скажем, старался донести свое субъективное мнение. Были устройства не очень удачные, но я не делаю обзоры на неудачные устройства, так как времени на них не хватает, и очень жалко его тратить на плохую технику. Поэтому вот, скажем, это безусловно то, что я рассказывал, это не все хорошие устройства. Было много другого, что радовало, но это вот то, что больше всего запомнилось. С наступающими вас праздниками, всего вам хорошего. Пусть музыка продолжает вас радовать, и следующий год тоже принесет и вам, и нам всем много хорошей новой техники.